всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну а перед началом как обычно хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую поддержку а себе друзья в днешней серии мы с вами сделаем еще далекое и увлекательное путешествие прямо-таки за границей почти нашей галактики млечный путь мы в 2000 световых лет от планеты земля где-то на краю обратите внимание на эту красоту и обратите внимание на вот эту звезду собственно я скажу что это звезда под названием apollo а вообще система называется apollo stars примечательно она тем то что здесь даже тройная звездная система так я хочу увеличить время пока я вообще смотрел из чего здесь состоит звездная система по пол какие планеты и прочее я чуть-чуть ускорил время и обратил на вот такие вот огромные всплески звезды посмотрите на эту корону невероятно красиво огромные коронарные массы невероятно может быть это такой период сейчас здесь в игре огромные вспышки звезды прямо сейчас происходит до обратите внимание итак у нас есть звезда apollo а и звезда под названием гелиус также обращу внимание что apollo и гелиус это два желтых карлика температурой на поверхности почти как у нашей звезды солнце но среди них есть вот такой вот коричневый карлик звезда тартарус итак температура здесь очень низкая он я бы даже сказал наверно потухший так температура 1100 по кельвину ну то есть это наверное приблизительно тысячу градусов по цельсию в диаметре если предполагать что apollo или гелиус у нас в диаметре примерно один миллиард триста девяносто одну тысячу 400 километров до или 391 миллион 400 тысяч километров скорее всего да так в принципе диаметр у нас тартаруса восемьсот восемьдесят шесть или тысяч то ли километров по моему это тысяча десять девять тысячных диаметра солнца это даже намного меньше в половину диаметра нашего солнца ну что же давайте посмотрим теперь интересные здесь планетарные системы которые я нашел так у гелиуса собственно у этого желтого карлика нету ни одной планеты но у звезды apollo есть аж целых 12 планет и на одной планете из них даже есть жизнь раз короче с вами все посмотрим итак мы имеем четыре газовых гиганта и один маленький криогенный нептун остальные планеты вроде бы нет у нас еще есть горячий маленький юпитер планета вулкан 1 но остальные планеты у нас вроде бы как бы с поверхностью есть земля горы какие-то на них там не знаю ну короче все увидим давайте посмотрим планету вулкан самая ближайшая горячий юпитер вращение может быть оставить немножко вращения на фоне а будет интереснее смотреть горячий юпитер и так состав атмосферы понятно водород и гелий температура двести пятьдесят пять градусов ну может быть может быть я не знаю давайте посмотрим информацию статистику может быть есть и поверхность какая-то который мы не знаем который скрыта за этими огромными толстыми облаками формы жизни нет среда обитания происхождения жизни атмосфера водород и гелий как мне кажется что вообще там по идее нету никакой поверхности то есть это огромный кусочек водорода и гелия сжатого такой комок да давайте посмотрим и так вот как мы видим у нас есть водород гелий восемьдесят шесть процентов и 8 водяная ледяная оболочка 3 процента почти 4 силикатная мантия и металлическое ядро всего лишь полпроцента нет все-таки маленькое какое-то но ядро есть невероятно это классно так собственно давайте мы сделаем так мы попробуем сейчас отключить облака и отключить атмосферу это нам ничего не даст естественно жалко что нельзя такой функции воспользоваться какой-нибудь space engine раз отключил атмосферу облака даже газовый гигант и увидел бы какую-нибудь маленькое там ядро было бы классно согласись так давайте вернемся следующий планете верней отправимся теплая пустынная субфирия насколько может быть интересна эта планета температура 205 градусов но здесь есть какой-то по моему нет атмосфера нету облаков нету да безвоздушная пустынная субфирия я бы даже это так назвал достаточно жарко ну можно принципе опуститься на поверхность почему бы нет так замедлено время поставим нормальный режим и попробуем пролететь над вот этими кратерами вообще рассмотреть ого смотрите какой огромный кратер интересно сколько он в диаметре здесь был достаточно колоссальный какой-то удар давным-давно может быть хотя вряд ли на планете была когда ты жизнь высота рельефа 6 километров вот эти горы представляете вот этот ударный кратер все это 6 километров высоту невероятно так ладно давайте подождите 6 километров я не ошибся а может быть больше давайте опустимся центр а теперь взлетаем да я смотрел не туда только мы мы почти взлетели или не взлетели нет еще выше еще давайте ускоримся приблизительно вот так ну ну да можно сказать что пять километров огромный кратер просто представляете если подскользнуться случайно стоять вот здесь подскользнуться и упасть ну ребят полет будет достаточно очень долгим планета гестия чем она примечательно да ничем собственно это луна огромная луна умеренная безвоздушная субфирия я хочу прочекать информацию водяная ледяная оболочка вот я смотрю то что какой-то серый белый серо-белый оттенок на планете то есть это толщина льда интересно насколько там преобладает толщина льда силикатная мантия металлическое ядро 54 процента ничего больше по ней нету ничего нету ни формы жизни никаких то спутников она не имеет так хорошо планета ахлус планета ахлус аполло а4 теплая пустынная терра вот эта планета очень достаточно интересная как я вижу здесь углекислый газ оксид то ли железо по по моему давление 7 атмосфер температура 144 градуса возможно даже на этой планете идут кислотные дожди сто процентов давайте попробуем убрать облака облаков нету атмосферу есть своя атмосфера кстати по моему даже достаточно неплотная ну кстати да разреженная мне кажется как на марсе посмотрите я так предполагаю что мы планете очень огромное количество железо железные руды пишите в комментариях почему она имеет такой яркий красный окрас мне даже здесь становится страшно так я хочу посмотреть но здесь сто процентов на этой планете идут кислотные дожди информация общие физические так самое главное водная ледяная оболочка силикатная мантия металлическое ядро 41 процент о атмосфере ну как я и говорил дам здесь все-таки есть какие-то кислоты углекислый газ понятно небольшое количество аргона углекислый газ обладает 73 процента этилен по-моему есть вода ну вас вода возможно в виде парах хотя вряд ли так но давайте ладно переместимся к планете на которой есть жизнь да похоже на планету из серии помните я снимал ролик на планета земля с улицами то же самое практически интересно органическая многоклеточная морская наземная жизнь экзотическая одноклеточная морская достаточно интересные даже я бы сказал биомы здесь так кислород 38 процентов азот вода 10 процентов небольшое количество аргона углекислый газ вообще здесь просто малый процент имеет так состав вода температура замерзания кипения как на земле ну понятно все ясно так самое интересное что здесь я заметил это его период вращения по моему тысячу лет орбитальный период тысячу лет представляете то есть планета земля совершает круг вокруг солнца за триста шестьдесят пять дней по своей орбите а эта планета тысячу лет невероятно это интересно сколько месяцев году должно быть правильно я говорю тысячу лет интересно какой календарный вообще тут календарь должен существовать на этой планете окно а так вообще всего период и солнечные сутки 24 часа я убрал атмосферу достаточно большой слой облаков какой то есть я вижу светящиеся города так давайте уберем облака посмотрим материки знаете напоминает планету мне земля историческую давно давно вот эти первые материки достаточно интересно по моему на этой планете вообще всегда до парниковый эффект 52 градуса здесь нету каких-то ледяных шапок на том же южном полюсе на севере блин на этой планете короче преобладают тропики как я понимаю достаточно теплая и жаркая планета так я хочу убрать облака они мне только мешают давайте попробуем опуститься на поверхность но собственно как мы видим есть какая-никакая растительность и что я еще заметил самые глубокие самые глубокие океаны на этой планете вы не поверите 5 километров до не так уж и глубоко как могло показаться так давайте наверно посмотрим я не знаю рассматривать ли вот эти газовые гиганты но вот на этом газовом гиганте сразу вам покажу прежде чем перейдем к другому насколько я узнал вы не поверите идут дожди из алмазов это классно это супер просто ведь многие ученые говорят что на некоторых планетах по моему не помню кеплер планеты кеплер газовые гиганты вроде как говорят что там где-то связи состава проходят алмазные дожди невероятно так посейдон прохладный нептун как он деформирован интересно что его так почему его так вообще блин деформировала почему его так растягивает сжимает непонятно осевой период 12 часов достаточно быстро имеет вращение много спутников эти что по спутникам надо посмотреть может быть это какие-то астероиды давайте посмотрим на ближайший я ничего не вижу темный а второй скорее всего посейдон 2 микроаквария кажется это так не переработано вообще по идеям свет должен хоть каким-то образом попадать даже от планеты на данный спутник ну на принципе здесь по картинкам тоже почему-то в симуляторе space engine не прорисовывается и так прохладная морская супер аквария планета рэвус я думаю на этой планете я остановлюсь и закончу нету прорисовки которые я бы хотел хотя вот здесь вроде бы даже ничего так она выглядит включим облака ну по идее температура в минус 34 градуса прохладная морская супер аквария возможно это метановые озера могу я конечно ошибаться но скорее всего да это метан форм жизни никаких нету так атмосфера аргон co2 воды мо малый совсем малый процент до углекислый газ и аргон больше здесь ничего нету состав дна лед я и говорю то что хотя вообще температуру замерзания а это углекислый газ кислород я понял минус 56 но кислород весь по идее принципе замерз и выпал в виде снега скорее всего это лед да это вода это даже не метан я ошибся это огромная толща льда давайте еще немножко ниже есть какой-нибудь горный ландшафт или еще что-нибудь вроде бы нет но это не лед это не лед это все-таки метан наверное а лед наверное где-нибудь на поверхности да потому что я вижу движение я не могу опуститься хотя нет я опустился я в металл новом озере невероятная как я это сделал кажется я первый человек который это смог сделать ну вот такая в общем то система а если понравилось наше путешествие пальчик вверх подписка на канал ну все дела всем новых открытий помните друзья что космос и вселенной бесконечны кто бы что не говорил да короче до новых встреч